Отличия от привычного тенниса практически нет. Лишь количество отскоков мяча от корта увеличено до двух. Спортсмены в полу борьбы о колясках не думают. Главное перехитрить соперника. На корте сложнее справляться с соперником, чем с коляской. Если человек даже не в последней жизни сидит на коляске, то в тренировочном процессе он обладевается и техникой, и владением. Здесь очень много зависит от понимания техники. Правильный поворот, разворот. Теннис на колясках придумали в США, но лидерами мировой серии не первый год являются голландцы. Все успехи идут от отношения к спортсменам. Например, лучшая теннисистка страны тюльпанов Эстер Ферхейер – лицо одной из фирм спортивной одежды. И это не единственное отличие от России. В Голландии, если человек на коляске приезжает в спортивный клуб и говорит, что он хочет заниматься теннисом, ему дают сразу коляску бесплатно. Это говорит о внимании государства. У нас нет такого? Не слышал. Отобщаясь с нашими игроками, я такого не слышал. О подобном внимании нашим теннисистам остается лишь мечтать. Периодически забывая о финансировании подготовки спортсменов, чиновники все равно требуют результатов. Само участие – это уже великое достижение. Потому что в нашем туре играет примерно 500 с лишним игроков. И попасть автоматически в 48 первых, а еще в 16 валкар получить – это достижение. Для участия в Олимпиаде и других крупных турнирах необходимо набирать рейтинговые очки, заявляясь на международные соревнования. Но поездка за рубеж для российских спортсменов сродни подвигу. У вас на самом деле приходится искать инвесторов, спонсоров. Если в прошлом году нам помогали, то в этом году как-то пошлось без поддержки. В мужском разряде главный приз забрал поляк Альбин Батыцкий, у женщин – россиянка Наталья Бахматова. Следующий год для турнира во многом решающий. Если он пройдет на привычном высоком уровне, то Международная теннисная федерация даст добро на повышение призового фонда, что позволит приглашать лучших теннисистов-колясочников. Это, безусловно, поможет нашим спортсменам максимально подготовиться к паралимпийским играм 2016 года в Бразилии. Александр Буренин, Ваган Милканян, Григорий Павлов, Новости 24, Петербург.